Вести Карачаева, Черкесия Вчера руководитель Республики Рашид Тимреза в режиме видеоконференц-связи принял участие в заседании Президиума правительственной комиссии по оригинальному развитию в России под председательством вице-премьера страны Марата Хуснулина. На повестке была реализация программ дорожного строительства, реконструкции и капремонта федеральных, региональных и сельских дорог. В текущем году по нацпроекту в Карачае-Черкесии в нормативное состояние будет приведено 26 километров дорог и 6 мостов. Еще свыше 5 километров дорог местного значения будет реконструировано по программе комплексного развития сельских территорий. Еще один вопрос в повестке, который осмотрели меры по снижению аварийности на дорогах. Одними из эффективных мер в решении этой острой проблемы являются комплексы фото-видеофиксации. В этом году на дорогах республики планируется установить три десятка дополнительных стационарных комплексов. Еще одним элементом этой работы должен стать контроль за качеством подготовки водителей и дальнейшая планомерная работа по повышению качества дорог. Руководитель региона Рашид Тимрезов встретился с матерями и женами военнослужащих, которые сейчас отстаивают интересы страны в зоне специальной военной операции. На встрече говорили о том, чем живут семьи военнослужащих, чем республика может еще помочь. Все вопросы Рашид Тимрезов взял на личный контроль. Особые слова благодарности матерям, которые воспитали достойных сыновей нашей страны, женам, которые и терпят, и ждут, и в то же время посвящают себя воспитанию наших детей. Глава карачащики Рашид Тимрезов вручил государственные награды и прислал почетные звания 26 жительницам республики за профессиональные заслуги в области здравоохранения, спорта, культуры, образования, юриспруденции, торговли и сельского хозяйства. Торжественная церемония вручения госнаград была приурочена к Международному женскому дню. Мероприятие состоялось во Дворце культуры Черкеска и собрало несколько сотен зрителей. В нем приняли участие первые лица региона. Обращаясь к виновницам торжества, Рашид Тимрезов отметил, что сегодня ни одна сфера жизнедеятельности государства и общества не обходится без участия женщин. Далее цитата. «Вы преуспеваете и в науке, спорте, культуре, сельском хозяйстве, политике, предпринимательстве, и в то же время остаетесь чуткими, любящими и заботливыми хранительницами очага. А в непростые времена вы стоите в одном ряду с мужчинами, наравне с ними, принимая на себя все трудности и препятствия. Я благодарю вас, милые женщины, за вашу доброту, чуткость ваших сердец, за то тепло и нежность, которые вы вносите в нашу жизнь», – закончилась цитата главы Карача Чиркесии. Кроме того, Рашид Тимрезов выразил признательность многодетным матерям, которые взяли на воспитание приемных детей. Переработчика молока возместят до 70% расходов на модернизацию объектов агропромышленного комплекса, связанного с закупкой и установкой оборудования для маркировки молочной продукции. Обязательная маркировка молока и молочной продукции стартовала 1 июня 2021 года. Первично она затронула только отдельных производителей и отдельные виды товаров. Напомним, что введение маркировки молочной продукции происходило поэтапно. С 1 июня позапрошлого года была введена обязательная маркировка сырового и мороженого, кроме мороженого, без молочного жира и белка. Затем обязательная маркировка для молочных продуктов со сроком хранения в более и менее 40 дней. С сентября прошлого года предприятия розничной торговли обязаны передавать в честный знак сведения о каждой проданной единице молочки со сроком хранения более 40 суток. Для этого обязательно онлайн-касса с подключенным к ней 2D-сканером для распознавания цифровых кодов в маркировке «Адата-матрикс» упаковок молокопродуктов. Во связи с этим правительство страны планирует возместить переработчика молока до 70% расходов на модернизацию объектов АПК, связанную с закупкой и установкой оборудования для маркировки молочной продукции. В ближайшие пару лет в Черкесске должны быть благоустроены около 50 дворовых территорий. Это примерно треть от общего списка поданных заявок на капремонт и создание комфортных условий для отдыха. В настоящее время представители мэрии занимаются процессом согласования дизайн-проектов, рассказывает исполняющий обязанности начальника отдела жилищного контроля управления ЖКХ мэрии Черкеска Магомед Джанибеков. С 20 июня по 20 июля мэрии города Черкеска был объявлен сбор заявок для отбора дворовых территорий, которые подлежали благоустройству 2023-2024 года. Всего было подано 162 заявки, из них комиссии было отобрано 50 заявок. Благоустройство вообще проходит по минимальному перечню. В минимальный перечень входит ремонт проезжих частей, обустройство пешеходной зоны, установка скамеек, урн, освещение детской площадки. Прокуратура Республики направила в суд уголовное дело о хищении бюджетных средств на сумму свыше 4 миллионов рублей. Информацию комментирует Елена Дармаграева, старший помощник прокурора Карачаича Кеси по взаимодействию со СМИ и общественностью. По версии следствия, в период с апреля по июнь 2018 года обвиняемые представили в региональное министерство сельского хозяйства фиктивные документы, якобы подтверждающие осуществление деятельности, связанной с разведением сельскохозяйственных животных. В результате незаконно были получены субсидии, предназначенные на возмещение затрат сельхозтоваропроизводителей на сумму свыше 4 миллионов рублей. Уголовное дело направлено в Черкесский городской суд для рассмотрения по существу. Кроме того, региональное министерство сельского хозяйства обратилось в суд с иском о взыскании с обвиняемых денежных средств в счет возмещения причиненного ущерба. В рамках реализации программы модернизации школьных систем образования завершается капитальный ремонт школы номер 1 в станице Сторожевой. Информацию комментирует директор общеобразовательного учреждения Валентина Попова. Здесь заменились все коммуникации водопроводные, электрические, санитарно-технические. У нас теперь будут внутренние туалеты, будет современное освещение. Естественно, ремонт как и дома. После ремонта школа совсем по-другому будет выглядеть. В Черкесске открылось управление специальной связи, которое будет заниматься доставкой специальной корреспонденции секретных и опасных грузов, грузов оборонно-промышленного назначения, лекарственных препаратов, в числе которых наркотические средства и психотропные вещества, а также драгоценных и редких металлов, денежные наличности, предметов искусства и химических реагентов на территории России и стран СНГ. Курорты Карачао-Черкесии признаны самыми доступными среди республик Северокавказского федерального округа. ПАО Сбербанк провел анализ, во сколько обходится один день пребывания в регионах Северного Кавказа на основании трат туристов в прошлом году. Так, бюджетнее всего отдыхающим обошлись поездки в Карачао-Черкесию и Ингушетию. В среднем гости региона в прошлом году за сутки пребывания тратили 3800 рублей в сутки. Самой дорогой республикой Северокавказского федерального округа стал Дагестан. Здесь среднесуточная трата туриста составила 5 554 рубля. Немногим дешевле обходилась поездка в Северную Осетию. Там один день отдыха – 105 291 рубль. Экономнее были туристы, посетившие Чечню и Кабардино-Балкарию. Около 4500 рублей в среднем тратил каждый гость региона. Дом народа в России объявил старт проекта «Свои». Это истории межнациональной дружбы в годы Великой Отечественной войны, целью которого является собрать уникальные истории о героизме и взаимовыручке представителей разных народов в годы войны, чтобы транслировать их широкой общественности. Истории принимаются на официальную почту проекта «Свои собака» домнародов.ру в следующем формате. Текстовый рассказ с указанием автора. Медиаматериалы – это фотографии, картинки, рисунки, наградные листы, фронтовые письма, фотографии, памятниковые и другие, а также по желанию можно оформить историю в формате видеорассказа с краткой текстовой справкой от автора. В Карачае-Чиесе проходит конкурс на присуждение премии лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности в 2023 году, которая продлится до 10 июня текущего года. Ежегодно ко дню учителя лучшим педагогам выплачиваются денежные поощрения по результатам проведения конкурса. Количество денежных поощрений и средств федерального бюджета определено Министерством просвещения России с учетом числа обучающихся в образовательных организациях и составляет для нашей республики 4 поощрения по 200 тысяч каждые. Мероприятие масштабного проекта Российского общества знания пройдет 21 марта в Черкесске. Это научный батл, где молодые ученые сражаются за звание самого остроумного спикера. У них есть только 15 минут, чтобы заинтересовать аудиторию. Гостей мероприятия ждут увлекательные выступления о космосе, тайнах человеческого организма, научных открытиях и инновационных IT-стартапах. Зачем нужна страховка и от каких рисков она защитит, как управлять своими финансами и как не попасться на уловки кибермошенников? Об этом и многом другом слушатели узнают во время проходящей весенней сессии онлайн-урока финансовой грамотности, которая продлится до 21 апреля. В проекте Банка России могут принять участие школьники и студенты колледжей Карача-Чикесии. Сотрудники Музея Банка России подготовили уроки по истории денег и древние монеты. Школьникам рассказывают, как появились первые копейки, об исторических денежных реформах и их деятелях. Эксперты учат также расшифровывать чеканные рельефы на старинных монетах. Рассказывает Магомед Биджиев, помощник управляющего отделением Банка России по Карача-Чикесии. В прошедшем году в онлайн-уроках весенней и осенней сессии приняли участие почти 90% школ и колледжей Карачаева-Черкесии. Всего же учащиеся республики посмотрели вебинары Банка России более 70 тысяч раз. По сравнению с 2021 годом количество просмотров увеличилось как в школах, так и в колледжах на 4 и 6 тысяч соответственно. Подключиться к онлайн-урокам можно как классам или группой, так и индивидуально. Расписание и инструкция по подключению размещены на сайте проекта www.dnitrfg.ru В эти дни в Майкопе проходит 8-я Кавказская математическая олимпиада, в которой принимают учащиеся 8-11 классов общеобразовательных организаций Южного и Северокавказского федеральных округов и соответствующих классов учебных заведений зарубежных стран. Короче, Черкесию представляют Тимур Дугушев и Амира Салпагарова, ученики 8-го и 10-го классов 5-й гимназии Черкеска. Оба учащихся являются призерами оригинального этапа Олимпиады. Математические олимпиады ждут не только конкурсные испытания, в ходе которых они будут решать задачи с их последующим разбором, но и насыщенная культурная программа. В Центре выявления поддержки развития способностей и талантов у детей и молодежи «Спутник Черкеска» стартовала образовательная программа «Театр без границ», в рамках которой 20 прошедших отбор школьников будут изучать актерское мастерство под руководством известного режиссера. В кастинге, который прошел в Центре, приняли участие учащиеся 5-11 классов и из каждого района республики, которые занимаются в школьных театральных кружках. Его провели известный актер, режиссер и сценарист Анзурием Кожи и директор Черекесского драматического театра Дина Акова. Обучение в профильной интенсивной программе «Театр без границ» продлится две недели. Все это время школьники будут жить здесь же, в кампусе Центра выявлений и развития одаренных детей «Спутник». А следующий набор в программу состоится уже в начале нового учебного года. Ну и в завершении выпуска новости спорта. В Грозном прошло первенство Северокавказского федерального округа по вольной борьбе среди юниоров до 21 года. В копилке борцов Карача-Черкесии бронзовая медаль и четыре путевки на первенство России. Призерами в своих весовых категориях стали Расул Капсергенов, Амаль Джан Дубаев, Азрет Тамбеев и Ануар Чагаров. Спортсвен, занявшие первые и пятые места, получили право выступить на первенстве России по вольной борьбе среди юниоров, которая пройдет в апреле текущего года в Якутске. Радио России, Карачаево-Черкесия, погода. По сообщению синоптиков Республиканского гидрометеоцентра, завтра по Карачаево-Черкесии ожидается переменная облачность, местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер южной четверти 6-11 метров в секунду, температура воздуха от 15 до 20 градусов тепла. А в горах плюс 6-11 и сохраняется лавиноопасность. В Черкесске днем без существенных осадков. Ветер южной четверти 6-11 метров в секунду. Столбик термометра поднимется до 20 градусов. На этом новостной блок завершен. Его провела Рита Нерова. Вы слушали Радио России, Карачаево-Черкесия. До новых встреч!